Перед дегустацией сухариков хочу вам порекомендовать канал. Канал называется «Алчность аристократа Симонова». Канал на самом деле не коммерческий. Человека просто допекло отношение Симонова к зрителям и вообще, в принципе, отношение его к другим людям, с кем он сталкивается. На канале есть очень хорошее видео, где негр Николай говорит, какой канал у Сергея Симонова. Заходите по ссылке на канал, смотрите это видео, оно 15-секундное, мне очень понравилось. У нас много симпатичнее пива смотрится. Ты подави еще мне эти кириешки. Ребята, всем привет. До внешнего давно не было у нас обзоров никаких. В прошлый раз здесь девочка красивая сидела. Вот она, видите, на пиви-то как отъелась. Кассандра! Хвостик попробовала, теперь смотрите, не может отказаться. Короче, Кассандры не было сегодня, нет и не будет. Сейчас к вопросу о том, а когда Кассандра появится. Не будет больше Кассандры. Что-то говорит надо? Да, говорит. Но не просим его. А, вы знаете, что ЮНЕСКО 2015 год объявила годом Симоналы. Лиманчеллы. Лиманчеллы. Поэтому мы сегодня будем стараться не говорить про него, так как он наше культурное наследие. Так как он в Индии святое животное. Да, да, да. Ну чё? Ну чё, взяли орешки. Ой, орешки. Кирилл. Взяли кирилл. Да, разный фирм. Но почему-то хрустимо на четыре штуки Михаил взял. Потому что проплачено, да, видимо? Конечно. И они, наверное, лучше окажутся. Нет, ну а смысл? Зачем было, брат, багет? Давай багет сразу убираем. Убираем. Почему? Вот они здоровые тоже убираем. Ну потому что ну смысл их тоже в тесте. Так это чё, с холостом, с ряном, с сыром оставляем и всё это. Ну смысл, Михалыч, ну чё, так четыре пачки одни какие-то. Чё, потому что ты продался кату Нашвили, ты ещё продался хрустиму. Подожди, ну хрустим-то они вообще разные. Не кату Нашвили, а куни Нашвили. И не Михалыч, а Копилыч. Подожди, ну они же по-разному. Ты сказал, Наташа написано. Наташа. Они у меня разные вкусы. Да как? Ну давайте все пробуем. Нет, давайте вот эти, давайте вот эти попробуем и потом интервью вернём. Почему ты на чужим каналом? Потому что я оставил канал без призора. Он взял, в говно наступил, блядь. Без призора, ты хоть слова-то подбирай без призора. Без призмотра, блядь. Симоновская, какое? И сегодня теперь и нас затянуло в это говно. Нет, я тебе говорила, что бриллиант, даже если упадёт в грязь, он всё равно остаётся бриллиантом. Ну да. И, сука, Рэдисона канал-то говном этим зацепила бы. Хорошо, что хоть на Рэдисоне это говно не выляет. Михалыч, говори как будет, оставляем эти или нет? Я не Михалыч, я отрыжка. Отрыжка. Ты Рыжкин? Как в этом, в Эгре Престола. Тебя как звать? Отрыжка. Вы в курсе, что Симончелло-то всем тут эти, клички придумал, как он говорит, у нас в 90-е клички были. И чё, он какие? Ну, Михалыч, отрыжка. Отрыжка? Ну, как он говорит, что Симонов хотел, как он такой пиар, да? Вот и Михалыч, как говорится, с волками жить по волчь и увидеть. Но канал Рэдисона, сука, не проломите, не будет. Не будет канал Рэдисона таким пиаром заниматься. Шлюхозоидным, блядь. Ага, где-то. Ребята, сайт платный, как стоял, так и стоять будет. И чё? И чё? Ты никогда не говори никогда. Сайт платный, как стоял, так и стоять будет. А, ну его зато точнее, он не работает. Он и дальше продолжает стоять. Он стоит дальше, да. Ну чё, давай с розовой. Давайте сначала это, за знакомством. За встречу, ребята. Давайте. А у них у всех разные, да, эти вкусы? А кухон? А у Хугарных. Михалыч вылетел. У Хугарных разный вкус, да. А кто киришки взял с холодцом? Я взял киришки с сыром. Где они? Они лежали в пакете вот в этом. Ну хоть достал с холодцом. Симонов пришел и подвинился. Симонов, блядь. Ну хоть с холодцом, если с холодным маслом. Вот, зали, у нас грибочки, сыр, холодец, блядь. Вот очень вкусный холодец. Очень вкусный. Блядь, тогда набрался с беконом хуйни всякой, блядь. Чё, ты как постоянно. Ты что, этот голос тренируешь изнутри? Да. Ну чё? Да я чё приступить не могу. А это в рекламенте золотая чаша, золотая. Да. А у нас, а, наш... Чё написано? Хэнгау. Хамон какой-то. Хам... Хамок. Знакомьтесь. Хамок. Хамок в переводе с английского. Гамак. Отлично. Когда хочется передохнуть отличься от цветы, возьми в упаковку бейкица ханмок и представь себе, где-то далеко в приятном месте, безмятежно качающемся в гамаке с палочкой хрустящих бейскитов. Это где-то в Черногории, наверное. Да вы достали уже. Это легкие хрустящие снеки пшеничного теста и специальные печеньки. Ну кто производитель, читай, печенька. Извините, тут у меня уже это, в разрешение спутника Хабу не позволяет. Ну я так, помоложе буду. Нет, они 40 лет. Я помоложе. Россия, город Москва, улица Верхняя Москва. Ну короче, Москва. А кто производитель? А кто Барфест? О-о-о, отрыжка. О-о-о, премиум снэкс. Ну что, взрываем? Взрываем. Корочки какие-то розовые, я не знаю, нахуй ты гей взял-то вообще. Пшеничные 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 пшеничные. Они похожи больше на чипсы. Первый в Красноярске гей продуктовом магазине. Могазине. Что за могазин? Ну вот такой, видишь, розовый. Там были голубые или розовые? Я вот, ну, думаю, розовые. Розовые, что вы видите? Ну первое, это впечатление от того, что трудно вскрыть. Так это чипсы. Ты нафига на... Ну ты с сухариков взял чипсы, я ничего понять не могу. Дурак, нет? Как это, это... Какие-то ошмётки эти, яйца пожарили. А ты же не читал? Ну, они с пельешки. Ну это эти вот, которые в кинотеатре мы берём, как они называют. Начес. Начес. Типа с начес. Ну так-то неплохо. Ну понятно, почему они сухарики. Какая разница? Ну, мне кажется, сильно солёное. Ну, если бы. Но вкусненько. Невозможно. Тесто, тесто солёное. Нет, спиём-то, оно покатит вообще. Какой-то турецкий был. Ну, пульсовый был. Выздеваетесь или что? Ну это тесто просто с перцем и солью. А, нравится с перцем и солью. И паприки немного добавляли. Правильно для вас, про вас знаешь, что вы был. Ну. Правильно про вас Сергей Евгеньевич говорит. Ну, знаешь, что имей? Да, да. Какой-то, знаешь. Да мы с ним в тюрьме вместе были. Но они сидели. Илья Олеговичем. Олешка? Олег Олегович. Пусть был Евгеньевич. Не Евгеньевичем. Многоуважаемый Сергей Евгеньевич. Да, говно. У нас просто был один Сергей Евгеньевич. Как-то мы по пьянке просто... Или он сам как сказал? Сергей Евгеньевич говно. Сам про себя, но... Сергей Евгеньевич говно. А когда мы повторили, он у нас обиделся. Ну. Типа, запись-то эту удалите из моего мозга. Ага. А, ребят, самое главное-то... А, ну что, да? Да, это надо ставить до Нового года. Потерпит? Ну. Это как в качестве этого. Вкусняшек. Ну давай... А, давай... Самое главное, что я вам скажу. Да это потом, это я на видео буду смотреть. Что ж я тогда хотел сказать-то самое главное? И зрители пусть думают, что он хочет. А я знаю. А самое главное, что ты есть у меня. Вот ты что хотел, ты хотел мне сказать. И никто нас не разлечит. Да. Самое главное, что Марк Куликов открыл свой ченнел. Открыл ченнел и... И ссылка на него в описании. Да. Кручок. Не, Кириешки, что-то ничего не нравится, холодец, хрен. Мне кажется, очень вкусно это. Нравится, хорошо. Можно, да? Да. Может, я еще вернем? Да, Кири, вообще не в тему. О. А еще самое главное, когда я вечером накануне поел, да, вот, всякой чипушкой. У тебя вот этот аромат, вот здесь, где усы, как у этой, как у поебанной лица, оно неделю у тебя вот это длится. А знаете почему, ребят? Потому что он не моется нихуя, блядь. Хе-хе-хе-хе. Ну, не то что... Ну, опять ты женщина матируешься. Сергей Евгеньевич меня за это отругал. Ну, что вы! Ну. Что вы опять! Я бы со стада... Какой? Он бы со стада сгорел бы уже. Ну, может, мы променяем, я имею в виду, что я должна со стада сгореть. Хе-хе-хе. Знаю, что я имею в виду. Симон, чего ты. Ну, что, доедаем? Ну, давай, высыпаем. Обратно? А кто производит его, они не начнут? Обратно. Ну, что производит его? То есть, кирешки, что? Ну, а теперь скажи о них, кирешки-то прочитать. Производите. Изготовлено, упаковано. Нет. Павловский посад, Московская область. Новосибирск. Ну, ребят, Новосибирск, я бы купили. Ну, конечно. Нет, они же из Новосибирска пошли кирешки. Да? Да. Куда пошли? А как пошли, так и пошли в сторону Москвы, в Россию. Ну, что, кирешки, ага. Я запомнил. Компашка. Подожди. Я тоже. Давай будем идти уже по логике. Это кирешки-лихт. Ху-е, кирешки-лихт. Зачем нам одних и тех же пробовать? Давайте мы определимся, какие уже бренды вкусные. Поехавши, а? Зачем я поехавши-то? Зачем? Ты путаешь? Если было брать эти багеты, нужно было все, значит, багеты брать. Они сухарики все. Это сухарики. Хорошо, они сухарики, но они одна и та же фирма кирешки. Ну, а ты помнишь, что мы там водку купили одного и того же завода? И что? Названия-то разные, блядь. Но здесь тоже разные. Где разные? Кирешки-кирешки, кирешки, блядь. Ну, они... Ха-ха-ха. Какое разное это? Живи обо... Подожди. Вот когда выпускают Coca-Cola, Fanta и Sprite. Но. Вкус одинаковый. Названия-то разные. Ой, вкус одинаковый. А производитель один. А здесь Lite, они облегченные, получается. Они такие вот эти более жесткие. Так значит, надо было и брать, блядь, этих... Ты же не будешь тестить, блядь, Coca-Cola, Fanta и Sprite. Ты будешь тестить Coca-Cola и Fanta, правильно? Слушай, а что ты весишь, да? Подожди, а Sprite есть облегченные? Так ты будешь тестить Sprite и Seven Up, правильно? Ты же не будешь тестить, блядь, Sprite и Fanta, блядь. Ты чё, Симонова пересмотрел? А я вот именно, что это вы Симонову присмотрели. У вас никакой беспринципный, блядь. Нет, те говорят, что рекламируют. Ты рекламируй. Тебе говорят, что Lite больше всего заплатили. Ну. Убирай, говорю, потом вы держать будете уже. Это добавочный, добавочный 0,2, блядь. Нет, климакс уже надоел. Комбашки идут. Ну там потерпище немного, гулька 2 осталось. Там затянется всё, затянется, ну. Орёт и орёт постоянно. Сейчас напишешь, потому что не стоит. Мой, рожа красная, климик. У него вся кровь к лицу приливает. Орёт. Я когда просыпаюсь, у всех эти алы тортили, а у меня вот так вот. Как смешно. Комбашки. Ну что, давайте их уберём, потому что они похожи на перевешки. Кромбашки. Ну не надо. Они тоже так. Ну, кажется, свет сильно подозрительный. Делает. Видно, что жёлтый. Отлично видно, конечно. Говно порядочное. Угу. Не батон, булочка. Нет. Я батон булочка, крошки слепили. Ну. От перевешек, которые остались. Не, они слепили, они нарезаны. Просто такое ощущение, что... Белый хлеб, который для тостки. Чёрный хлеб. Стильно этот. Ага. На растрескавшимся. Не, не это. Не пошло. Не айс. Чё, обратно сходу? Там пашки. Запомнили. Чё ещё? Ты мне видео-то не торопи, я на полчаса как минимум рассчитываю. Надо ещё обсудить кого-нибудь. Например, Симонова. Все ждут, Михалыч. Сейчас весь интернет, весь ютуб гудит про тебя и Симонова. Давайте ещё обсудим. Ну, сука, и меня этим говном забило. Обсудим на 50-й раз, да всё вокруг АДОДО. Пойдём, выйдем, обсудим. Ну, давай. Ну, вы выйдите, я подожду. Обсалкивайте. А чё обсуждать? Ну, я просто заявил, да, вот. Авторитетно? Авторитетно заявил, и всё. Нет, я чё хочу сказать, что Михалыч, я вот сегодня на стрим пытаюсь попасть в Симонова. Ну, то есть, сегодня тот день, когда Симонов выпустил вот это видео необоснованное. Как у Русланка, кто нашли эти необоснованные страйки, так и, которые сняли с него, так и Симонов выпустил видео с необоснованными доводами, которые он обосновать. Если Михалыч говорил, да, он аргументировал всё, что вот есть видео на канале Симонова, где он эти слова говорит, есть стрим, где он эти слова говорит. То есть, это всё подтверждено видео. То, что говорит Симонов, он, ну, рассказывает какую-то свою жизнь, да, Свой мир. И там даже я проверил, я проверил один факт, который он сказал, что там реклама за пять тысяч, за десять тысяч. Я выложил в группе у нас, кстати, ссылка на группу в описании к видео, если кто-то не забудет добавить. Я там постоянно есть. Я там постоянно нет. И в общем там есть переписка как раз вот наша с продюсером Руслан Душин с Викой. А, не наша, ну и моя тоже есть. А есть переписка Симонова с Викой. Он с самого начала говорит, что я написал, он видел, я написал Вике, что вот рекламу мы готовы, Шилов за пять тысяч готов сделать рекламу, и я за пять тысяч. Ага, да, мы согласились. А в переписке просто написано, Вика, привет, Шилов готов вам сделать рекламу, стоимость десять тысяч рублей. Все, уже, понимаете, уже пиздеж, уже. Почему сейчас начали там многие писать, типа, что вот и за пять тысяч там вот это он взял комиссию, там вы что, и за пяти тысяч поругались. Ребята, про эти пять тысяч, я вообще, ну, то есть мы сами с ним, я ему позвонил и сказал, Серега, говорю, так не делается. Если ты готовы, хотел забрать себе пять тысяч, забирай, ну, скажи мне, скажи, вот, я у Руслана давайте рекламу уберу, пять тысяч мои комиссионные. Серега, забирай, пожалуйста, по-честному, когда? Когда человек врет, понимаете, причем, что мы эти два дня очень плотно общались, мы стримы делали в Брайдене два дня подряд. И он... Чуть не поцеловались уже с ним. Ну, поцеловались, почему? Тьфу, да ты целовался. За слов, за ком? Нет, на бурдер-жав. Ну, ладно. Блядь, я что, в это гамота порез? Ладно, я же читать не умею. Бриллиант, упавший. Да. Брянс. Ну, и что, короче, вопрос в том, что мы с ним это решили вопрос в кулуарах между собой. Я говорю, Серега, хорошо, ну, все, да, ну, все, давай, ну, бывают промахи у всех. Причем, что он говорит, все, давай, так это, типа, что так неудобно. Даже переписка у меня есть с ним, опять же, которую я могу выложить. И, а он взял это видео, взял это, вынес публичное пространство и интерпретировал, ну, так, как он посчитал нужным. То есть, не по правде, а так вот, как он, не знаю, он говорил, в своем мире же. Ну, это вот, как мой папа говорит, он говорит, те люди, которые работают под дурачков, им проще всего живется. Потому что им, вот, им, ну, не родина, не флага, как сказал Пантелейти на своем видео. Ну, конечно, сходил сейчас, вот, попробовал, стрелил этот скайп с этим, с Максом, с адмиром Симонова. Попробовал скайп, да, с ним связался. И, у тебя скайп тут тупик. Начинаю разговаривать, и тут же стоять с хлопкой показывает красные антенки и гасит, и все, и пук-пук-пук начинает булькать. Ну, ты скажи, что когда страшно, просто ты найдешь причину, чтобы не выходить. Нет, вот там Макс сейчас решает вопрос. Я говорю, через ханг-аут на ютубе делайте, и все, как русские люди. Ну. На канале Пантелейти на лайк. Что-то убрал сюда. Черт, я их все сюда спрошу. А зачем тебе по скайпу связываться? Стримим, что ли? Ну, ты эту тему не поймешь. А зачем тебе салфетка в этом... Телефон, что ли? Зачем тебе салфетка в этом упаковке? Удево. Да мы потом же будем смотреть. Не переживай, почему люди. Я здесь салфетку-то подпылаю. Да мы знаем, ничего страшного. А, это мусор, что ли? Да. Вы что, сажали, что ли? Да почему вы убираете вообще кучу? Из-за того, потом же мы их будем уже оценивать. Слышь, ты, мусор. Ну. Буля. 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 Так, три корочки с грибами. Хлеба. Мне кажется, тоже белым, да? Хлебом. Хлебом. Вот смотри, это тоже самое произносить, мне кажется, что и вот эти компашки. Нет? А мы посмотрим, что это компашка вы можете сказать. Нет. Надо посмотрим. КТВ, Россия, Новосибирск. КТВ, КТВ, Новосибирск. Также это, что ли, контора? А здесь-то? Дай, подожди. Новосибирский район здесь. Нет такого района. Новосибирский. Есть только Новосибирская область. Да. Я тебе говорю, где написано Новосибирский район? КТВ, Новосибирск, вот, то же самое, вот, точно как-то узнала, что. Да потому что у них похожи сухари. Да? Давай все их убираем, потому что они как кирилешки. Вот, грибочек. Ну, эти похрустее, по крайней мере, чем те, да? И вкус приятный, а грибаный. Ага. И во рту тает. Нет, ну, вот эти как раз не тают, они как раз входят. Но они лучше, чем в комплексе. Да, ну, они же такие грибочки, это. Грибочки такие вкусненькие нарисованы. Как будто жильенчик. Но, вот, запах как раз именно вот этой штучки. Сейчас сразу 50 отписок. Грибы в сметане. Ага. За штучку 50 отписок. Угу. Почему не нравится эта сушечка? Ну, я не понимаю. Ну, долгова. Никогда, мне написали. Никогда не чокайся с мужем. Последний. К Симонову уйдет. Я банкую комментарий. Сейчас сухарики, когда я пиво допьют, пойдут Таньку вдвоем ебать. Конечно, сюда. И катающих пригласят. Угу. И к Владику пойдем провожать. Ну, не будем. С Владиком мы завтра будем провожать. Меня-то не будет. Ну, извини, Тань, придется тебе сегодня одной. Меня-то не будет, я-то пойду к Марику. У него новый канал. Он поинтереснее ваших. Что-то у тебя будет хлопать. Там до лица не видно. А у него в чем прикол к нам? Он каждый раз новую девушку будет. Так, тоже как хлопать. Так, а вы сделаете, ты будешь сидеть, а Михася будешь стоять с пилой. Тоже его хлопать. На меня очень подписчиком. Таня, я боюсь, мы трястись будем. И трусы из этого, из хамама эти взяти. Мне нравится она. И меня эти трусы тоже будут непонятно кто. Изготовлены. Фрита. Фрита Лэй Мануфактуринг. Россия, Московская область. Это что мы смотрим? Кашира. Каширская. А, это хрустин. Ну так и выглядит, богато сразу с сыром. Богато. И пахнет, смотрите, сейчас Павел Уоля придет. Ой, ой, да какой же ты тяжелый, ты только стримишь с сыром. А вот шутки же через полчаса понимает, что не знал? Да, может, не знаю. А, под хорус французской моды. Павел Уоля, а причем тут Павел Уоля вообще? Не, мне, прости, может, не нравится. Не, друзья, но это великенькие. Да, прикольные. Хорошо, что их надо не проплатили. Да. Нейтральный такой вкус. Лопаются там такие, да? Ну и на соль, не сильно садоят. Нет, я скажу первое. Это с чем? С сыром? Да. Да, я первый попробовал хрустин. Сметана синяя. Потому что сметаны никакой нет. Ну вот, я первый попробовал. Сметана зелень? Или просто сметана? Сметана с чем-то. Ну, синяя. Сметану дыр. Сметану спьем. Да. Что, на массе сидишь? Ну? Ну, не запьем, что-то. Коль ты на массе сидишь. Я на ПП. На правильном пиле. На правильном пиле. Гуляй, шальная. Интересно. Я смотрю, я смотрю, ты подкачался. Но. Майка висит, болтаться стал. Майка и джинсы висят. Нет, а джинсы треснули. Он же зад накачал. Именно. Зад накачал. Надо, чтобы копилка не треснула. Копилка. А я тебя просил меня брать. А я себе. Ну, по голове тебя кто стукал. Еще скажи, а это мне что? Это мне? Слушайте, просим, но это вкусно. Хочется взять еще из пачечки и съесть. Так, это. Это тебе. А за что? Просто так. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Чего прошу меня? Хугаген. Лучшая, пожалуй, лучшая пиона конкорринг. Ясно. Да он, потому что, это, я говорю, что вчера поехали. Он говорит, так а что вы, шальная императрица? А что же вы, шальная императрица? Ну, он тебе сказал, что шальная, это же не про императрицу куда-то? Или про императрицу? Блин, императрицу вообще. Я вообще про шутку, которая ходит последние два месяца в Ютубе. Ты чувствуешь, когда ты себя... Шальная императрица, тебя называют просто Таня? Кое часа? Тебе только сейчас сказали. Ну, извините. Это вообще просто. Я думала, через полчаса вам шутки понимали, но вообще через два часа. Я просто в шоке от этого видео от Симонова. Я до сих пор... Разъясняйте шутки. Вот смотри, вот не было бы Симонова, сейчас бы сидели и просто тупили бы. Смотрели в камеру. Нет, у меня действительно, знаете, меня это очень сильно... Зацепило. Меня вот это задевает. Почему, что... Нет, при чем здесь я вообще? Вот, при чем Михалыч ему запилил видос, да? Да нет. Можно я скажу? Я не поняла, при чем тут не то, что ты? А при чем тут фотография, где Вадик и Марик? И он написал. Или Марик на рыбалку и поехали. Ой, подожди, не Марик, а там... Вадик, Вова, Степа... А, Вова. Вадик и Марик поехали на первую в Сибири гей-рыбалку. Нет, просто вопрос в том, что... Нет, вопрос в том, что... А это не Марик был, это был Вова. Вопрос в том, что... Я, ну, с Жеком просто перестал общаться, то есть никуда публично пространство ты не выбрасывал. Он мне сам позвонил потом, почему-то меня везде вычеркнул. Ну, я говорю, Серега, потому что я с такими людьми, как ты, говорю, я говорю, ну, просто обрубаю общение. Серега и подниму на экране. Обрубаю общение и с такими людьми, как ты, говорю, я больше не общаюсь. А он мне пишет. А он, как он видел, говорит... А почему? А что случилось? Разъясни. А он говорит. А мне Шевелок говорит. А ты что, не понял? Ну, да я видел, а ты что не понял? Ну, он просто, он говорит, что под урочка работает. Нет, давайте, вы можете вот ситуацию... Успокоиться? Да, давайте для начала все успокоимся. Нет, а можно я подоговорю? Нет. Спасибо. Вот. На 7 устри могу говорить. Для тех, допустим, кто не понял вообще, что произошло, вы можете коротко рассказать вообще ситуацию? Что и к чему? Просто коротко. С Симоном вообще, что произошло и почему? Произошло так-то. Они просто следят, они, ну, где-то, например, пропустили какое-то видео, потому что видео блуждают по разным блогам и пропускают, но могут упустить. Вы расскажите, в общем, что произошло? Симон в видео сказал, вот сейчас вот, вот сейчас сказал. Для меня, вот то, что я рекламирую, для меня важны не деньги, а то, что я рекламирую, это мне вам донести, что какие-то есть у людей есть бизнесы. А потом он тут же говорит, что я договорился за рекламу, вот эту нашли, да? То есть за 5000, типа, и себе 5000 взял, потом он уже пишет, сейчас уже ВКонтакте в группе вся. Типа это 5000 комиссионные, агентские, типа, что я что, должен просто так бегать за рекламу? Так ты, если, как-то ты уже определишься, где нужны деньги или не нужны, то есть, ну, ты делаешь что-то для того, чтобы показать людям рекламу, это, это, во-первых, вот первый заточек был, вот это было, вот это было Кидалова на 5000 рублей. Мне не важны деньги, здесь вопрос в том, что человек обманул. Он обманул так, что он мне сказал, что, я Вике написал, что рекламу заказываю, рекламу беру себе на канал и тебе на канал. Я говорю, да хорошо, Серега, ну, не вопрос, берешь рекламу, да берешь. А потом Вика мне сама пишет, Дима, деньги пришли, я ей пишу, не Дима, а Митя. И ей пишу, что, какие деньги, то есть, какая сумма вообще, ну, и вообще, какие деньги. Она, типа, что Симонов, Симонов, ну, переписку кидывает, ну, это предложение, типа, Симонов пишет. Привет, Шилов, хоть, ну, у Шилова реклама у них не мешает за 10 тысяч рублей. Вот он, как раз, вот эту суть и рассказывает. Да, не хотите у Шилова взять рекламу за 10 тысяч рублей, мне Вика переведу, Симонов ей пишет, она мне это скинула, фразу эту. Что он, короче, рекламу продал за десятку, пятерку себе положил, а Митя не сказал ничего. Да, не сказал ничего, то есть, он мне сказал, что, Митя, я заберу себе половину. Все, давай, про это проехали. Это был первый звоночек, то есть, я никуда-то публично, просто мы с ним созвонились и решили этот вопрос по-мужски. Поговорили, никуда не идут, там, как бабы, это, блядя, начали забираться там, перед семьей. Как бабы. Я говорю, Серега, хорошо, давай, давай решим на будущее. У меня даже с ним переписки есть, давай решим на будущее, что говорим друг другу только правду. Хорошо, да, давай. Потом начином, стрим унимагии бы. Он там ходил на стрим, его поносили, поносили, мы с ним про это разговаривали, тоже, без камеры. Я говорю, Серега, ну хватит, ходишь. Ну, это вот, у меня пиар, пиар, ладно, хорошо, ходи. Начинаются вот эти вот опционы, она же реклама, обыкновенная реклама, это опционы, просто красиво так преподнесли. Дорого, богато. Да, дорого, богато. За которую, внимание, начинает там Симона вставлять. Симон, соответственно, как Михалыч сказал. Че? Ребенок маленький. Да, давай еще. Который не вывозит эти разговоры. Вроде бы, они Миша с Лехой младше его, но они по мозгам старше его. Они начинают, его начинают нагибать, провоцировать. Тот, соответственно, включает заднюю. Говорит, а я-то че? Он начинает всех подряд сдавать. Начинает, не то что сдавать, а начинает какую-то чушь. Спросите, сколько... Ну, уже на всех, конечно, перекладывать это быстрее, чтобы на кого-то тема, на другого перешла, только от него, чтобы отстали. Спросите у Шилова, а вы знаете вообще, что сколько там Тунашвили денег поднял, там, миллион триста, там? А вы спросите у Шилова, сколько ему Тунашвили заплатил? Какая нахуй разница, сколько мне заплатил Тунашвили? Миллион у него заплатил, 15 тысяч мне заплатил. Какая нахуй разница? Вот тебе, Сережа, какая нахуй разница, когда ты говоришь... Если ты сейчас на видео сказал, что ты не понимаешь, за чего это, бля, произошло. Это разве? Во-вторых, когда Руслана, ну, это уже заезженная тема, что Руслана там обозвал пидором, и Миша, я уже скинул ему тайм-код, у Михалыча тоже есть стрим на канале, где мы с Мишей разговариваем, и Миша тоже сказал, что да, что-то я там понужаю, причем, что на своем стриме уже да, что-то я там понужаю, там, Руслана. Там это дальше будет разговор, не знаю, Миша. Он же понужал его. Ну, назвал, да, но вот Миша говорит, что я там типа типа понужаю, мой Юша погречился, понужаю. Ну, я думаю, что Миша взрослый человек, я думаю, что разберется, и если будет какая-то встреча, Думаю перед Русланом просто извинился, они руки не в другу пожмут. Понятно, может эмоции, да, или что-то еще. Здесь как бы никто ничего не забыл. Мы сняли руки, эмоции. Какая нахуй разница? Друг друга Петра называем, это нормально. Дальше, да, вот что. И последняя фраза Сережи вот в этом стриме была. А я-то что? Потом даже вышел еще этот пост. Я-то что? Симона, я-то что? Ребята, вот таких вот людей, которые мне давали раз. Ну вот говорю, что ну почему я вообще, что это, царь и бог, что я там шанс давал. Ну я просто с такими людьми просто, я прекращаю общение, я просто его вырезал, все, удалил из друзей, все, ему ничего не объяснишь. Никак ему не объяснить. У него вот своя правда и все. Я вот с такими людьми, у которых такая своя правда, я с ними, у меня тоже это моя правда, я с ними и с такими людьми не хочу общаться. Не хочу ничего иметь общего. Потом у Михайловича возникает стрим с Симоном, да? Да, он зовет на этот. Вообще, в чем, с чего это все началось? Мы его, кстати, создавать сначала. Ничего не предвещало бюджет? Да, в тот день я ничего не предвещало бюджет. Я как обычно, я как обычно зашел в YouTube и обнаружил следующее. Многие пишут, чего у вас там с Симоновым затерки, почему вы перестали общаться? Ну, соответственно, я вот когда ехал на поезде, я это все рассказывал людям. И почему идея с этим видео... Да подождите, я сейчас издалека зашел. Людям в костях у нас. И бриллиант, цыганям? И бабкам, которые пирожками, а также этим... И глуходимым, которые газеты носят? Да, а также проституткам, которые из этого, из кари, из одного зуба вытаскивают гашиш. Ну и что дальше? Ну, а волосы. Как ты к стриму на Симонова попал? К Симе на стрим попал? Он меня позвал на стрим, и я ему сказал так, я говорю, Серега, я пойду, я только буду с критикой приду, потому что, ну, я говорю, если ты хочешь, говорю, какие-то слова услышать, я приду. Я пришел на стрим, начал объяснять, по первому пункту обвинения, обвинение... Ну, ты там все, что за пидора, что русал? Да, 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 он все, он извинился, он принял это, но тут... А сейчас он в этом видео, еще раз я тебя перебью, в этом видео, которое он сегодня выпустил у тебя на канале, он говорит, я ни в чем не виноват, нет моей вины. Хотя я стою, смотрел тебе, Михалыч, он там признал свою вину, он говорит, да, я виноват в этом, да, да. Вот, понимаете, какой он жук, блядь, я не знаю, блядь, шлюха, нахуй, шлюха, которая переобувается, нахуй, сразу же, меня, говорю, я, блядь, я же песен, нахуй. Ну, и что, обзываться, не обзываться, ну, шлюха, которая переобувается сразу же, моментально, блядь. На стриме, нахуй, у себя-то на стриме признается, Михалыч говорит, да, я в этом моменте не прав, и сейчас записывают видео, я ни перед кем не виноват, перед Русланом не виноват, ну, вот, был бы там разговор, был бы, был бы, не был бы. Нет, так самое главное, это как это, кондрашок не дал кончить, а, залез в этот, в самый это, в середину, не дал кончить. Нет, мне в этой всей ситуации не нравится, что вы наезжаете толпой на одного человека. Так я, потому что я сейчас, почему я наезжаю, потому что сейчас будет стрим с ним, я это все ему скажу в лицо. Мне кажется, он уже понял эти ошибки свои, что постоянно, знаешь? Кто понял-то? Вот ты видео уже смотрела только что, он понял свои ошибки, блядь, ты что, блядь, говоришь-то? Он пытается как, ну, за... Ну, за это, шпаклевкой замазать, блядь, на старую краску, блядь. Ну, а чё постоянно так тыкать в саку? Да это нахуй, потому что, блядь. Нет, я вот... А, так я почему сейчас начал эти все разговоры, блядь, я вот, 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 сейчас мы к этому и подводим. Михаил пришел к нему на стрим, но... Я на стрим пришел, пытался доказать, ну, я ему уже... Если бы Саша Кондрашок не помешал, к которому я с уважением отношусь, и зачем-то он там просто вообще... Ну, Саша пришел пошутить. Пошутить, да, пришел. Серьезно настроен, серьезный разговор, а тот пришел похитикать. Да, ну, как бы сам, ну, в бою и все. Вот, потом я решил то, что я хотел сказать, просто записать отдельным видеописьмом. И вот это то, что я на фоне детской площадки, вот, моей мысли, которую я хотел сказать на стриме. Вот, Михаил записал на детской площадке, на своем канале. Я, сука, я как, блядь, молчал про него, я так и молчал. Ну, как обычно, как раньше, мы там, ну, там, ты подхихихил, я даже, по-моему, видео не помню, упоминал, не упоминал, мне, как бы, ну, даже неприятно было его видео упоминать. И он, сука, записывает вот это видео, блядь, на своем канале, вроде бы по обращению Михалыча, сука, ну, и, блядь, начинает такую фантастику молоть, про меня, блядь, про меня, нахуй. Потому что, блядь, я, ну, про шальную императрию, я-то здесь при чем, блядь, ты, блядь, сука, блядь, ты куда лезешь-то, нахуй, слоим, блядь, ебальником, нахуй, я точно, блядь, сука, блядь, ты лучше не попадайся, нахуй, у меня на пути, блядь, сука. Не, ну, я реально, ребята, я просто, я на таком взводе, блядь. Ну, и че, это же все только не то. А ты че хихикаешь, что на моем канале такое видео выйдет, поэтому сколько просмотров, да? А еще рекламу понатыкнули, через каждой висквой, на минуты, блядь, ааааа. Не, блядь, меня лучше я говорю, я драться не умею, ну, сука, блядь, за грозу, блядь. Ты самое главное выговариваешь еще минут 20 до часа на видео. Ну, так, они. Ты нахуй меня-то трогаешь, блядь, я тебя че, я тебя трогал или че, блядь, нахуй, я про тебя вообще молчал, блядь, ты кого хуя, блядь, свою, блядь, моську тыкаешь в мою жизнь, блядь. я исключил свою жизнь и ты лезешь на хоть и возрастом 40 лет на 5 лет всего меня старше возраст у тебя мозгов на 16 лет на 15 летней школе видеологеров лазишь на хоть с малолетками на фото и возит взрослых людей не хватит может вывести я больше всего я на стриме все скажу я лезть не буду в это я не буду вообще но я потому что не хуй меня трогать блядь а че он тебя трогал? сука увижу разорву нахуй блядь только блядь попади нахуй мне не настроение блядь сейчас он исчезнет подумает на тебя скажут что шальная императрица пролетала блядь пиковая дама пиковая дама ладно давай перейдем к следующим экспонатам его случайно машина забьет нажми на паузу я пойду посмотрю что там со скайпом вылезай все у Микалыч я сука на скайпе мне все это скажу блядь еще раз в итоге на скайпе уй 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 середа ротенький ты мой давай с хорошими друзьями смех и грех че перегорел да не понимаете я опять сейчас начинаю все накручивать не понимаешь опять же он в этом видео говорит ну вот кому-то я не нравлюсь но не нравится не смотрите меня и тут же сука говорит они пьют матерятся блядь там при женщинах так и их люди смотрят так вот ты же сам сказал так что не нравится не смотрите блядь а в жизни такого не происходит то есть нужно показывать оболочку что ли или что в жизни нет я не могу понять я согласна то что говорят люди то что мы бить че людей других уважать и про это говорят нет а я че не уважаю что ли ты же имею и не другие а я че не уважаю нет вопрос в том что он подождите подождите вот общение ему всю жизнь было противно с нами общаться вот самый главный до косяк ну ладно со мной нормально с тобой противно общаться но какого хода приходил к нам постоянно он все он они мне писали вот мы приехали давай встретимся давай встретимся а ты сука не ходил как банный риск за нами где вы где вы где вы где вы И приходил, улыбился, все было весело. А че ж ты сейчас так говоришь, что мне с самого первого этого было неуютно и неприятно общаться. Неловко в их понимать. Так вот уже с самого первого слова, с твоего, ты уже пиздобол, блядь, получаешься, лицемер, блядь. Успокойся. Да не могу я его никак, я его накручу, у меня сегодня видео на мне, просто... Я его успокоюсь одевеченно. Как это там все говорят? Бомбануло, блядь. Подожди, я как этот Олег Япримов из фильма «Берегись от автомобиля». Успокойся, успокойся. Вот, кстати, бутылки обдирать, это говорит о чем? Это значит нервничать. Либо это сексуальная недовлетворенность, либо человек помогает пальцами для того, чтобы смочь сказать тактильную черту. Почему ты ободрался? И что он ушел? Да, почему? Ну что, хрустит. Хрустит, похрустит тоже, ничего, не чешные такие. Тебе, Бирка или Воронцовский? Воронцовский, давай. Что-то, за Бирку какие-то ставки делать? Тоже от Бирка проплатила все. Ну а не это, в начале ролика. Ну-ка. В начале ролика же у тебя другой человек был. Ребят, я вот тоже в начале ролика прорекламировал, да, человека. Еще раз хочу повториться, заходите на канал. Там с Симонелли объявлена война. Так, воронцовские сухарики. Ну канал в описании. Не воронцовской. Очень нравится. Производитель Воронцова. Ну, касание какие-то, переешки такие же вкусненькие. Что производитель-то? Производитель. Это что-то грибные. Игодовитель ООО Русско. Россия-Восточка область вору Крыловна. Ну это вкуснее, да? Грибные, но он тоже жульенчик. Может быть приправа та же, а... Лисички жареные в сметане. А пою я уже. Приправа та же, но... Сами сухарики вкуснее, чем, допустим, вот эти компашки, вот эти корочки, да? Ну. Вы просто сухофтон. Я никак не успокоюсь. То, что мы... Какими мы там, не знаю, там... Бы... А, как он еще... Ты видел, что он сказал-то? Он идет, говорит... Как там это про нас типа? Как там они сами снимают, этого называют? Сибирское быдло? Когда мы, сука, хоть раз, нахуй, называли они магию Сибирское быдло, да? Вот это ты сам, блядь, мне про них говорил, что... Они вот сталкивают лбами, у них там в Кемерово зоны, блядь. И я больше к ним на стрим не пойду. И, сука, через два дня, блядь, сам у них на стриме, блядь. Опять, нахуй. Пиздабол. Русскими буквами, блядь. Меня, знаешь, в этой ситуации, даже в любой ситуации, меня это раздражает. Когда люди... Я сейчас буду говорить долго, как Сергей Симонов, и будет дуть легкий визирок мне в камеру. Раймонд поближе сделай, блядь здесь. Вот. Вот это чувство. Да. Когда ты не знаешь, чем закончится этот фильм. Да. Ты не перескакиваешь с темы на тему, и ты забываешь... Ну что? Меня раздражает, когда люди, людей, когда задевают что-то. Почему тебя вообще задевает то, что говорит не тебе, а вообще Сергей Симонов? Говорит, блин, он там в Ютуб, тебя вот отцепляет, и ты на это реагируешь. Чего, к чему вы вообще за это зацепились, тебя вообще это задевает? Ну, он высказал свое мнение. Вы высказали свое. Он, он, он сказал, он назвал Тунашвили, Руслан, привет, ждем 2 октября. Он назвал Руслана пидором, че к чему? Симонов? Нет, эти, ну, эти люди, а Симонов промолчал. Руслан, вообще, мы вообще про это ничего не говорят, вы зацепились за это, и начали вот это мусолить, блядь, обсасывать. Я зацепился не за это, это тоже просто, это, это капля в этом сосуде, отдайся, не капля в сосуде. У меня будет новая капля в сосуде, потому что сейчас ком, сейчас ты ему скажешь, он тебе это капля. Я на канале, если ничего не буду здесь. А, в этом канале можно сказать. Вот, на канале отрыжки, конечно, все. Нет, так я вот, че это, ну, это говорили. Ребят, никогда не обращайте внимания на, вообще ни на кого не обращайте внимания, живите своей жизнью. Вот, допустим, мне мнение важно моих близких людей, моей мамы, допустим, и то не всегда где-то, например. Ну, я там, ну, то, что там кто-то что-то сказал, уже даже некоторые, я смотрю, у Михалыча, что-то написали про меня. Я вообще, ну, мне даже это прикольно читать, мне интересно, всякую фигню, там, гадость пишут. Ну, и пишите, это прикольно, что, что вообще люди потратили свое личное время и своей жизни, чтобы что-то написать, даже гадость. Вот, нет, я про то, что говорю, что неприятно с нами общаться, да, неприятно, не общайся. И нахуй вообще общался, ты что, ты что говоришь, тянул, что ли, нахуй общаться? Вопрос в том, что материмся мы, нахуй. Там, женщин не уважают, похуй, там, что мы там делаем еще, блядь, там, бухаем, блядь. Да мы, сука, просто показаны такие, какие мы есть, но мы, сука, не говорим, что у нас, сука, 14 бизнесов, когда у нас их нету, блядь. Четырёвка забрался. Хоть раз, блядь, было видео, что, блядь, пришел кому-то, ему сказали, Сергей Евгеньевич, здравствуйте, вот бумаги подпишите там, Сергей Евгеньевич, какой-нибудь офис, ни хуя не офиса, ни хуя офиса, блядь. Как сказал Евгений Матерекин, ни родины, ни плаги. Нет, суть последнего видео, давайте, давайте все-таки еще продолжим. Суть последнего видео, где он на фоне листы записывает, на фоне листы, заключается в том, что он транслирует в... Транслейтер. Не переводит, именно транслирует, транслирует те мысли, которые пишут в комментариях, которые самые распространенные заблуждения про каналы Рэдис. Да. Самое распространенное, самое, что от наезда есть, он берет это все, собрал в кучу и это выписал. А, да, и в концовке реклама, ой, да, стало очень много рекламы на канале, да, да, уже начало. У самого-то, сука, у тебя-то, что на канале, блядь, не реклама, нахуй, или что, блядь, ты на свой-то канал, блядь, посмотришь. Ты же написал, будешь помочь людям. Ну, а, деньги не нужны, да. Ты на фоне на пятерку-то закрысил, блядь, крыса, блядь, тыловая, блядь. Ну, чего ты начинаешь на меня открываться? А кто он, нахуй? После этого, я его трогал, блядь, я молчал, нахуй, я вообще ничего про него не говорил, сука. Рассынул свою моську, блядь, разлинул, блядь. Я, честно, я против этого. Я даже, когда этот друг этого Умирана, как он говорил. Ну, друг Умирана. Друг этого Умиралова? Который этот йогурт там рекламирует, или что-то телеведущие утреннего. По йогурту и спать? Мне вообще, когда он начал тоже про вас что-то говорить, мне вообще раздражает, когда люди переходят на личности. Ты спроси, Монова, ты говори по факту, зачем вы начинаете вот это вот оскорблять? Я подтвердил все, что он крыса, все переписки. Ты так же, как этот рекламщик йогуртов, так же себя ведешь. Нет, подожди. Я вообще ничего про него не говорю. Про этого, про Барсука, про этого телеведущего. Который на йогурты, а к тебе? Нет, он, понимаешь, он высказал свое мнение в частной беседе. Амиран это записал, ну, это как бы его частное мнение. Он каналу там ничего, он вообще не претендует. Тут еще... Подожди, но он видел, что работают камеры и записывает какую-то херню про людей. Ничего. Он что, этот, как его, добро-позитив пропагандирует везде и говорит, что... Ну, он сам говорит, ничего, блядь, на этом базу строишь, что ли? Да, да. А вы как-то понимаете, что на каждом, это, по-пацански, блядь, по-мужицки, нахуй. Добро и позитив, блядь. Ну, вообще, я тоже скажу, это ты чмо, которое рекламируют йогурты. Если ты еще раз про моих мальчиков скажешь, что это плохое, тебе не жить. Я тебя найду. И ты просто исчезнешь. Я ничего не говорила. Даже это как любят, как Симон сказал. Это просто пиар. Это, аху... Ничего личного. А что, втроем же, блядь? Ну. Нет. Самое главное сейчас, понимаете, слово пиар очень удобное для таких людей, блядь, как Сергей Симонов, блядь. Просто. Слышите, пидор? Извини, это пиар. Да, да, сейчас посмотрят. И ты тоже, пидор. Да, сейчас посмотрят. Это же про нас будут говорить сейчас. Это же про нас. Это же нужно, это же нужно раскрутиться. Это же пиар, блядь. Вот это придумали, пиар, блядь. Слово, нахуй, прикрытие, нахуй. Пиарщики придумали это слово. Я, блядь, я, сука, я пиарщик, блядь. У меня высшее образование садится с общественностью, блядь. Да я тебе, блядь, слово, это, блядь, слово пиар, когда бы я последний раз употреблял, я хуй знаю. Макарона. Да у меня среднее специальное образование. Макароны. Я как технолог, блядь. Да я это никогда не употреблял, слово. Мы будем дальше дегустрировать или мы продолжаем веселиться? Михалыч, как на Новый год, 12 ночи этот крик. Ага, веселее часто. Нет, ну они такие дорого смотрятся вообще. Если богато. А что это? Бирка доставляет пиво. Еще скажи, ты что, сука, купил, это же гренки, блядь. Михалыч, давай все равно те продемонстрировать. Ну давай, давай рассадим, сейчас закончим. Давай сейчас его напоим, а потом и все остальное. Город Чебоксары, о-о-де-вилей. О, Чуваши. Рядом с Мордовией. Ага. 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 Ой. Ой, спасибо. Я буду первая. Ты? Ммм, фу. Подождите, реакция, если бы это сделал другой человек? Ты что, сука, не можешь это аккуратно сделать? Почему другой человек, мне так же говорят? Томас и базилик, чесночный соус. Еще раз одно. Я не понимаю, хлеб, когда махнули в помидор. Понятно. Подожди. А я делала на масштабе. Они же пишут, что у них плюс чесночный соус. Ага. Вот. А, вот почему. А здесь плюс салфетка? Ага. Вот, скрывай. Вот. Подожди, я вам вижу. Ты что, вывязал, правда? Ну, что вывязал. Это так же и противно, как смотреть стримов у Сергея Симонова. Да, в ней я участвую сегодня буду. Ну, хотя йогурты все облизывают, не надо. Цена открывают. Фу. Ну, что? Ну, что еще раз покажи, как ты делаешь. Фу. А, что ты пухаешь, да? Вчера так делал. Сам, ну, из куночки не вылазит. Почему вчера? Сегодня, да. Как Симон говорит, сейчас вот опять началось в жопу, спереди, сзади, блядь. Сережа, мы просто говорим очевидные вещи. Мы ничего много не открываем. Мы просто искренне, нашими зрителями. Ну. А ты, блядь, лицемер. Первое место. Ну, что? За соус только. Да. Нет, за соусом вообще другое дело. Вот, оказывается, кто нам проплатили. Как называется? Ну, забыл. Бирка. Кто там нам заплатил? Ну, не знаю. А, бирка. Бирка, базилик, томат плюс чесночный соус. Ну, слушай. А интересно, есть ли у них еще эти штучки? А можно давать чесночный соус? А можно, можно поймать соус? Ну, можно и соус. Понимаете, в комментариях, понимаете, пока вы тут жрете и пьете, Симон в спортзале качается. А может, когда это видео вы смотрите, я тоже качаюсь и справляю. 40 лет шел к тому, чтобы, блядь, чтобы она работала, а я не работал, блядь. А я, блядь, ходил по педикюрам, нахуй. Молодец, охуенно 40 лет ты пришел к этому. Самое, ребята, ну, самое, блядь, что меня больше всего задело. Все, ладно, все мы смеемся на Толяна, блядь. Все мы... Ой, извините, я сматерился. Все мы заходим на канал Толяна, чтобы комментарии настоялись и посмотреть. Все понимают, что Толяна, ну, какой бы он ни был, но он какой-то блаженный, да, у него есть канал, все пишут, что думают. Ну, ты, сука, блядь, ты зачем на этом ты себе пиар строишь? Якобы ты помогаешь Толяну, блядь. И тут же, блядь, его, тут же ему еды принес, там, блядь, и тут же тут... Для Ильяна, я тебе покушать принес. Ну, что-то там про... Тихо-тихо. Про сухарики смеялся. Да нет, где он там прячет это, видео, где он там, это, в мусорку. А, пока Вика на работе? Да, да, да. А он и еду в мусорку плачет, Симонов, дома? Да, с этими девушки для Толяна, блядь. Нет, а потом он еще, это, потом он еду спрятал. На, подожди, у меня утром началось, не с кофе, утром началось со спортзала, потом он приехал, машину помыл, потом он пришел домой, начал в обед еду прятать, показывать, ну, пародировать Толяна там под мусорку, вот тоже куда-то, меня Вика еду прячет. Потом он включил этот, малышка, танцуй, снял майку, танцевал с майкой, и потом, ой, Вика, звоните, и поехал забирать на это, мужа сработает. Мужа сработает. Ну, че, правда, мне это не нравится, как баба, блядь. А это как, кто первый раз слил топор войны, блядь? Ребят, напишите в комментариях, вот я, допустим, против перемалывания, вот это бабская тема, что ли? Подожди, тему Толяну я не закрыл. Нет, вопрос в том, чем он закончил ролик, он закончил ролик тем, что шилок меня вырезал из ролика, ну, кем я вижу через три года, я через три года не вижу себя ни шилок из материки, ну и, конечно, несмотря на кто-то. Вот, да ладно, читайте. Ты с Толяном, блядь, не видишь себя. Это во-первых. А во-вторых, вот ему делать нечего, он их у нее и занимается. Вы-то куда полезли? Вы видео нормально снимаете, почему начинаете что-то херню? Это идук, детка. Это канал, а вы как раз вышки? Поэтому сейчас в стриме буду участвовать я. Мы с женщиной не соберемся. Понимаете, то есть вот сейчас Толяну, как вам говоришь, Руискин, Толяну помогает, да? В тех роликах говорил. А в этом, а в этом видео, блядь, вот в этом, он, блядь, полностью раскрылся, сейчас это на стриме, это все, это все выскажу, блядь. А он говорит, что я не вижу через три года себя ни с Шилова, ни с Патерейкина, ладно, блядь, спасибо тебе большое, нахуй, и слава богу. Мы тебя через день не видим, блядь. А он и вас там не сидит? Нет, дай-ка это говорить-то, блядь. А он говорит, что еще и с Толяном себя через три года не видит. А что ж нахуй ты лезешь-то к Толяну, блядь, опять свою моську-то топишь, нахуй, к людям-то, блядь. Камера, ну, к этому, блядь, моську, блядь, три дня ходил, блядь, боржи, блядь, топил, нахуй. Боржу топил, блядь, моську, блядь. А он, знаешь, он в этом празднике тоже орал на тебя? Ты смотри, почему у нас с Таней белые квадратики, какая-то аура, а у тебя желтая. Сейчас такой, тепловой снаряд в меня полетит. Нет, это просто ты злой и видишь, камера даже чувствует, что это. Ну, не надо смешивать. Блядь, ты на меня злостень. О, смотри, 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 он разбит. Так, смотри, да не я. Оп, на тебе, лови, Краснояр, слышишь, ты мне твои злости. Сука, хоть на мне. Смотри, он пытался, нет, он пытался поцеловать сначала меня, потом тебя. Мы. Подожди ты, ты ее поцеловал, квадратик желтый стал у меня. Это что значит? Что ты главный. Ха-ха-ха. А ты, кстати, по температурному режиму просто идешь. Это все. Слушай, у тебя камера, термокамера. Сука, и камеру, как у нас купил, да, потом еще? Ну, повторю, что. Давайте, не знаете. Михалыч, опять ты улетел. Дядя Хрюша, блядь. Давайте рассуждать. О, смотри, у Михалыча, Михалыч улетел. Ой, я вот за них была. Давайте по местам раскладывать, Катя. Я за холодец. Нет, полюбаться, нет, полюбаться я вам просто скажу. Хрустим, кириешки. А почему ты открываешь снизу? Да потому что серку не открыл. Хрустим, кириешки и пирка. Остальное все говно. Кода мне три. Ну вот эти, кстати, такие, знаете, на любителя, но они лопаются на зубах. Ну вот такие вот, которые мясные, вот эти вот самые такие сытные. Ты что, все снизу открыл? Да я все снизу открыл. И кириешки, вот они. Вот три штучки. Охренеть. Еще раз скажу, слово штучка. Вы пока дальше не как-то фиксируйте, я пойду еще скайп подключать там к Симонову. Не к Симонову, там, к эти, обниму Симонову. Что случилось? Что случилось? Симонов, пожалуйста. Сережка, прости меня. Не вноси меня в черный список. Все, ребятушки, короче, скайп настроили, сегодня стрим у Симонова, ну, как сегодня. У нас-то сегодня, а вы это видео, Михалыч, через месяц монтирует, как обычно. Или завтра оно выйдет? Да, ну завтра выйдет. Нет, я завтра у меня еще, то, что после стрима я видео записал, а это, наверное, послезавтра выйдет. Ну, как у Симонова на канале, наверное, выйдет. Так что все люди в курсе будут. Самое главное, что в Инстаграме без... Восьми сейчас, наверное... В Инстаграме на данный момент больше десяти тысяч подписчиков. Десяти тысяч подписчиков. Ура! А что ты думаешь? А, ну, вообще-то они же подписываются быстро, сейчас, наверное, уже десять. Ну, это видео завтра выйдет, Михалыч, блядь. Ну, конечно, уже будет десять. Ага, это как встреча Нового года, на самом деле мы не встречали Нового года, записывали 27-го этого... Дребля. Этого самого октября. Ну, и все. Подписываемся, а выставал? Не проспать, выстрим, между прочим. Как в прошлый раз, да? Да. Я люблю стрим, выстрел. Сколько там осталось до него? Два часа еще. Ну, застремни. Потом в личку, в просненешек, я не в районе четырех часов, в туалет пойдешь, проверишь там в личку. Ну, че зассал ссыкало, петушиня! Нет, он перед сном сам напишет, ну че зассали ссыкло. С парляшкой. Не, позвони-ка, поводи мне себе, да звук не буду включать. Ну, как ко мне на стрим, так это, позвони. Друзей, стоит честь канала защитить. Ну, все, давайте тогда прощаться. Увидимся на стриме. Давайте. Норма, норма. А, ты поцелала первого на его, да? А, ну же чужого мужчину поцелать. Ребята, всем пока! До свидания! Дети-ки промяли в лицах.